Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Страстная седмица сегодня началась. Мы находимся с вами в самом преддверии Святой Пасхи. И можно сказать, что вот эта неделя, в контексте которой мы сейчас пребываем, это фактически неделя, которую можно рассмотреть как особую духовную практику. Редко мы с вами проживаем дни недели очень осознанно, глубоко. И вот единственная в году неделя, где точно понедельник не перепутаешь со средой, а пятницу с четвергом, а великую субботу с вторником, это Страстная седмица. Как будто бы церковь нас учит, собственно говоря, напряженно проживать день за днем, подходя к самому великому и самому торжественному событию, вокруг которого, собственно говоря, и собраны все христиане. Потому что, как говорил апостол Павел, если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна. Мы решили поговорить сегодня в контексте Страстной седмицы о, наверное, самом страшном явлении для православного христианина. Больше всего мы боимся оказаться предателями. Мы настолько боимся этого, что каждый раз, причащаясь перед причастием, мы просим у Господа Бога не дать ему лапзание, как Иуда. Поговорим про Иуду, в чем его феномен, почему за ним закрепился статус величайшего предателя. Ну, самое известное произведение, конечно же, Данте, где в самом главном кругу ада как раз таится и встречает всех Иуда, как величайший предатель. Почему предательства мы так боимся и как его, собственно говоря, избежать, а в чем оно, собственно говоря, может себя проявлять в современной христианской действительности. Поговорим об этом с нашим гостем, ректором Самарской семинарии, отцом Максимом Кокаревым. Батюшка, здравствуйте. Добрый день, отец Сергий, добрый день, дорогие телезрители. Отец Максим, ну, в общем, в преамбуле это я все уже и сказал. Мне кажется, нужно нарисовать какой-то портрет Иуды. Что это вообще за человек? Что нам из священного писания, из священного предания про него известно? Кто это? Как он вообще вдруг оказался среди тех, кого Христос по возвращении из своего сорокадневного поста, из пустыни, избирает в числе двенадцати? Ну, вот здесь как раз, наверное, один из таких сложных моментов, потому что вот этот круг учеников, он показан в священном писании с разной степенью подробности, и если призвание тех или иных учеников более или менее описано пристально, то Иуда на самом деле появляется не так часто вообще в принципе на страницах писания. И каких-то серьезных там биографических данных, да, то есть нам в самом писании не дает, вот, ну, кроме того, что мы знаем ими, мы знаем, возможно, так, одна из версий вот этого прозвища из кориота, говорящего происхождения, и это, собственно, муж человека, кориот, да, то есть муж кориотский, скажем. Вот, ну и единственная такая, наверное, но немаловажная деталь его, скажем так, пребывание в числе учеников, это тот факт, что, судя по всему, вот у этой, ну, как бы общины, фратрии такой, да, братства небольшого, понятно, что должна быть своя какая-то, пусть скажем, небольшая, но казна, те пожертвования, которые, мы знаем, были, от которых, собственно, и сами они осуществляли свою деятельность, и питались, и мы знаем, что там были люди, которые относились, были неравнодушны к делу, вот к тому, что делал к проповеди Иисуса, и жертвовали, и нам даже писание некоторых, это не очень часто, называют по именам, когда перечисляется, вот Джона Мироносиса, что вот была там знатная женщина из, как так, такого высшего, можно сказать, слоя, которые служили от имений своих, и вот, то есть кто-то должен был, судя по всему, вот этой казной заведовать, да, как-то оттуда выделяя те или иные средства, ну, в том числе на устройство, мы видим трапезы, там, да, тоже праздничные пасхальные вообще, вот, и, собственно говоря, вот те версии, которые, да, существуют, понятно, что, как вы правильно сказали в начале, то есть это личность такая, ну, не только Данте обращается, это вообще действительно, наверное, кроме фигуры самого Христа, если говорить о тех, ну, персонажах, которые стали и нарицательными, и в культуру вошли достаточно плотно, мимо которых там сложно пройти, да, это такой тоже парадокс, наверное, культуры, большая часть апостолов, которые были верны, которые были и потом были тружениками ранней церкви, такими, в общем-то, все они практически, кроме Иоанна Богослова, претерпели до смерти, но их как-то вот скромный такой труд, хотя на самом деле вся их проповедь, это такое очень яркое, да, должно было быть, здесь, ну, Павла, может быть, да, больше знаем, просто потому что тексты сохранились, теми маслами, а вот мало кто из апостолов оказался так в сфере внимания такого, вот, ну, Петра еще вспоминают, тоже предатель, в общем-то, по-своему, ну, и, наверное, да, там, ну, Иоанн, да, могут порой вспоминать, ну, это в бытовом таком еще уровне, просто, что вошло в какие-то такие, да, там, в том числе практики бытовые, но у нас есть выражение, там, Фома неверующая, да, вот, но это совсем из одного виду, вот, но, в общем, каждый вошел, ну, а про некоторые просто вообще ничего, вот, и если кто уже специально внимательно не читал, можно действительно вообще ничего не узнать, кто, что там, Иаков, брат Иоанн, например, первый мученик, он первый, кроме Стефана, из его 12, он погибает еще в 40-е годы, какие-то подробности есть, вот, но это уже надо действительно внимательно, скажем так, читать, вот, а Иуда, ну, действительно, из всех персонажей вот новозаветной истории, вангельской, действительно, становится, здесь, ну, как-то вот, вызывая все равно вопросы, да, ну, скажем так, не то, что они какие-то безответные, да, то есть мы можем сейчас попытаться предположить, почему так происходит, действительно, очень яркий образ, трагичный образ, поэтому, когда мы говорим о том, вот, что им движет, ну, то есть понятно, что в течение вот этой недели, даже чуть больше, чем недели, мы проживаем шаг за шагом, начиная же с Лазарева, с субботы, то есть воскрешение Лазарев, вход в Иерусалим, то действительно, мы каждый день проживаем в режиме просто реального времени, шаг за шагом. И вот во всей этой истории мы, конечно, особенно те, кто ведут жизнь более или менее, да, там, скажем так, вот церковная, посещают службы, сами дома читают, конечно, общую-то канву, как и что случилось с точки зрения евангельского текста, знаю, знаю от этих моментов, когда он идет, там, предает и прочее. Другое дело, что Евангелие – это такая достаточно краткая книга, и, в общем-то, это не, на самом деле, ну, не психологический роман. Если бы это писал Федор Михайлович Достоевский, это было бы одно из них. Да, там было бы более, было бы более расцвечено. Да, да, да. То есть мы видим поступки, и вот так, как они изложены, да, они действительно, изложены как факты какие-то, данные, если еще написание, но там же нет подробной, скажем так, мотивации, и единственное, поэтому те мельчайшие зацепки, которые там даже есть, они очень важны, то есть, и поэтому… Вот про зацепку я хотел просто спросить, да, мы будем читать как раз на этой неделе Священное Писание, отрывки, как раз посвященные последним дням, и там есть момент, когда заходит некая женщина для того, чтобы полить, возлить на Христа мира, драгоценнейшее масло. Единственный, кто там возмущается, это как раз Иуда, и ремарка, ремарка вот интересная евангелиста, что, значит, ну, Иуда возмущается, слишком дорогое масло, лучше бы его продать, раздать деньги нищим, там, и так далее, и так далее. И ремарка, что не потому он так говорил, что он заботился о нищих, а потому что он был вор. Вот, естественно, встает тогда вопрос, потому что еще, кроме всего прочего, логика нам подсказывает, так как это ученик один из двенадцати, соответственно, это тот, которому Христос делегирует часть полномочий, да, изгонять бесов, врачевать недужных, пускает перед собой этого ученика, и больше того, у Иуда, скорее всего, это тоже получается. Вот зачем к себе приближать изначально, если про человека известно, что он вор? Как вообще это, что за логика? Давайте начнем с того, что Иоанн констатирует уже некий факт конца биографии Иуды, и, ну, мы можем предположить, что он не всегда был вор. То есть, фактически, мы можем видеть некое, ну, если хотите, можно так назвать, это понять, что какие-то, ну, такие, давать однозначные наименования, да, может быть, не стоит, но можно назвать это испытанием. То есть, человек мог себя повести по-другому, мы здесь говорим как раз о тайне свободы человека, и вот он просто не прошел это испытание. Ну, то есть, ему доверено было, может быть, задолго до этого, то есть, вот, от общины существует три года, и человек за три года может меняться, на самом деле, и он мог как раз не пройти это испытание, потому что в какой-то момент, ну, все-таки происходит это вот падение, и он начинает запускать туда руку, условно говорят, что не сразу он был вор. Ну, вот. И более того, Христос, вот это, понять некоторые вещи, не знаю, эти рационально, все равно, наверное, нельзя, потому что при всеведении, да, Христос и многие другие вещи, да, он его посылает. Мы не знаем, на момент того, как он вместе с другими апостолами ходил, там, врачевал людей, да, исцелял, даже изгонял бесов. Мы не знаем, на тот момент, вот, в каком он был статусе, он уже носил себе какие-то черные мысли, уже проворовался, и уже там чего-то, да, или нет. Но, однако же, нигде нет ощущения, что он был исключен из этого действия, да, и что он, и действительно, это, вот это, наверное, самая большая трагедия, что это человек, которому тоже, судя по всему, наверное, повиновались бесы. И мы сразу вспоминаем, как они радостные приходят, да, вот, Христос их посылает в шесть направлений, по двое, да, там, вот, они потом, как дети, прибегают, учитель, учитель, нам бесы повинуются. Вот, может быть, тогда уже видят, что это не самое главное, что это можно как раз, ну, тоже, наверное, где-то надмевать, и Христос же их немножко приземляет. Он говорит, вы не по этому поводу сильно радуетесь, что бесы вам повинуются, это не самое главное, да. Радуетесь, что имя ваше написано в книге жизни. А вот из книги жизни, как оказалось, можно себя вычеркнуть, к сожалению, своими, собственно говоря, решениями, своими поступками. Понятно, что у них эта эйфория, да, они видят, что у них получается так же, как у учителя. С одной стороны, Христос говорит, да, что если будете со мной, будете верны, то будете делать то же, что я, и даже больше. Но опять, все-таки не своими силами, то есть, чтобы не было вот этого, да, ощущения, что это вот они просто такие, ну, не знаю, там, сверхлюди, там, какая-то супер... Это же все делается абсолютно исключительно его силой и его именем, поэтому он говорит, что вот больше радуйтесь не о том, что бесы там как-то, значит, вас боятся или еще что-то, а что вот держитесь того, чтобы имя ваше было написано в книге жизни. Вот из нее, оказывается, ну, можно выпасть. И на самом деле, это такой архетипичный абсолютно вопрос, почему Иуда, зная, что будет, ну, его, христос, зная, что будет, не делает многих вещей, не отсекает раньше, когда Иуда вот, ну, уже там начал, ну, так сказать, портиться. Хотя, на самом деле, сначала, видимо, человек был достоин того, что ему доверен. Вот. Но до самого конца Христос сохраняет вот это отношение очень чутко и очень, ну, и знаю, поскольку Бог неизменчив, да, как вот он решил относиться к человеческой свободе, так и относится. И, судя по всему, Иуду не отвергает даже во время Тайной Вечери. То есть, кстати, среди святых отцов были, в общем-то, разные точки зрения на вопрос о том, причащался Иуда вместе со всеми или нет на этой трапезе. Но из текста, там можно его, конечно, у нас есть разные способы экзегеза, есть весьма эластичные, вот, и каучуковые. Но, в принципе, нигде не видно явным образом, что Христос у тебя как-то там отстранил, сказал, нет, знаешь, вот, все с тобой ясно, не ясно, ну, никому, кроме Христа, нет. Но даже больше того, на вопрос, кто тебя предаст, там, не я ли, не я ли, или там Иоанн, когда конкретно спрашивает, кто тебя предаст, а мочивший салилу руку, да, в контексте пасхального седора, да, а мочить салилу должны были руку все, на самом деле. То есть, получается, фактически, Христос одновременно уходит от ответа и, с другой стороны, говорит, что да все вы от меня в эту ночь отречетесь. Ну, и, по крайней мере, тот, кто отречется, все до конца разделит, да, и, в общем-то, да, это традиция салила, которая должна была символизировать слезы египетского рабства, да, там, а макали все, без этого нельзя было пройти. И, вот, у отцов, некоторые отцы все-таки считали, что, ну, это было бы, как бы, давать такому человеку, да, себя в этот момент, да, и в этой, в трапезе, где должны быть действительно только верные, только близкие, как бы, вот, наверное, неуместно. И у отцов, у некоторых есть такие значения. Но у нас в тексты вошло, в некоторые, в очень, вполне авторитетные, что это точно было. И как раз в этом-то и парадокс. В этом-то и, ну, даже страх, и какой-то ужас того, что тебе может быть дано настолько многое, что максимально все, а это тоже не гарантирует. Не гарантирует твоего, вот, замечательное, это то, что можно, ну, порекомендовать, у нас же не очень много времени, но мы всегда стараемся, чтобы у наших зрителей, ну, что-то было желание, что-то потом почитать или посмотреть, в том числе, относящиеся напрямую к теме передачи. Вот я думаю, что очень уместным будет во время Старостной Седмицы, помимо евангельских текстов и тех каких-то вещей, которые мы слышим в качестве, там, песнопения, да, во время богослужения, молитв, еще что-то почитать, то, что не звучит в храме, хотя звучало когда-то. То есть есть тексты, которые сейчас вылезли из употребления. Был такой роман «Сладкопевец», известный автор, считающийся родоначальником жанра кондаков. Это такие длинные поэмы богословские, да, то есть такие по 20, по 30 даже иногда остров, вот, и они, ну, чем-то похоже на Акафис, но в отличие от Акафис, у них не такая жесткая структура. Там не обязательно 12 и 12, там может быть там. Вот как шла мысль богословская, ее не останавливало. Потом уже жанр немножко вот фиксируется. Ну вот, а кондакер Масклопевец даже по величине разные. Вот, и у нее есть замечательный кондак, называется «На иуду предателя», он так называется. И считался, судя по всему, Старостной четверг. Потому что там очень часто упоминается Тайная Вечеря. И если наши телезрители сделают там, ну, буквально небольшое усилие, в два клика и в интернете поищут кондакер Романа Сладкопевца на иуду предателя, еще прибавив в переводе Аверинцева, потому что, я не знаю, есть ли другие переводы, он просто Аверинцевский точно есть. Это, конечно, шедевр сам по себе и в плане перевода. Вот, то есть те кондаки, которые, значит, Сергей Сергеевич успел перевести, в нее попадались на иуду предателя. И есть такое еще тоже поэма о жизни монашеской, по сути, кондак. Это вещь просто гениальная. Вот на иуду предателя в этом кондаке, там тоже с 20 с чем-то, значит, ну, часто 24 в целом текста, потому что 24 – это количество букв греческого афавита. То есть вот так растих вот этот. И вот там дважды специально Роман делает ударение, это 5 век, на том, что вот, смотрите, ну вот как так, вот какова свобода, да, что не может человек, если он вот уперся, изменить порой даже ничего. То есть там принял ты чашу спасения, вкусил ты хлеб завета и поднял пяту, то есть, ну, восстал на подавшего тебе все равно, то есть даже не все это сделал, тебе все было дано, другом Христос назвал тебя, ничем не обделил тебя, да, и там такие вот, ну, то есть там очень, как раз, ну, весь кондак посвящен как раз осмыслению в какой-то степени того вопроса, о котором мы говорим, и главная, центральная такая, ну, красная нить в том, что вот это, если хотите, трагедия свободы. То есть Роман подчеркивает неоднократно, что Христос со своей стороны, наоборот, все делает, чтобы не было ощущения, что он подталкивает предательство, что он чем-то его выделяет, что он чем-то обделяет. Как правило, вопрос возникает не к Иуде, вот, а вопрос возникает к Христу, потому что в своей последней молитве к отцу, когда он молится не обо всем мире, а тех, кому, кого он ему дал, о своих учениках, он говорит, пусть из них никто не погибнет, кроме сына погибельного, как и, в общем-то, это где-то, ну, в общем, в пророчествах было записано. И встает вопрос, ну, условно говоря, жалко, почему Иуду? Ощущение складывается, что он предопределен к предательству, даже несмотря на то, что ему все дается, но кто-то из этой когорты людей должен обязательно погибнуть, с одной стороны, а с другой стороны, почему его покаяние, ну, когда он приходит к первосвященникам, швыряет эти 30 сребреников, говоря, что я предал кровь неповинную, почему на том же уровне, что и покаяние Петра, это покаяние не засчитывается? Вот для наших телезрителей это, в первую очередь, мне кажется, важно прояснить. Ну, первый вопрос насчет предопределения. Понимаете, когда есть какие-то пророчества о том, что что-то должно быть, да, и были пророчества о том, что Мессия будет предан, да, есть там даже упоминание цены в том числе, вот, но когда мы переносим это на какую-то конкретную личность, да, то есть не, нигде не сказано, что вот этот конкретный человек должен был предать, или ни с чего не очевидно, хотя есть предпосылки какие-то такие смутные, там, что Петр обязательно должен оказаться предателем, а предпосылки в том, что он очень горячий, говорит, чуть быстрее, чем думает, наверное, в некоторых случаях, чем быстрее до конца продумать, он просто вот, темперамент такой. И на самом деле это, в принципе, вопрос, относящийся вообще к свободе человека, и, то есть, ну, по крайней мере, православная церковь никогда не поддерживала некую такую концепцию тотального предопределения, да, с которой скорее свойственно была там, ну, Жанну Кальвину и, так сказать, реформатскому течению, абсолютного такого двойного предопределения, что одни еще не родившись определены вот к этому, другие не родившись определены к погибелю, словом говоря. Конкретно человек по имени Иуда, там, вот, родившийся там-то и там-то в такой-то семье, и вот он как личность совершенно был свободен предавать или нет. То есть, в противном случае, да, это одна из, мы говорим, что есть несколько версий, есть такая скупая и не всех далеко удовлетворяющая евангельская версия, что он действительно сделал это свободно, потому что, ну, вот, может быть, не только потому, что был ворван, нас никто не останавливает, чтобы подумать, что мотив-то был не один, но, видимо, и этот тоже. Человек, видимо, настолько во всем запутался, что бывает такое, наверное, когда ты уже не знаешь, как еще выпутаться из того, что сам наплел и каких-то радикальных решений, а вот так вот, например, рубануть, условно говоря. И, то есть, понятно, что всегда были попытки оправдать, всегда были попытки, ну, как-то переосознать или как-то иногда даже романтизировать, да, скажем так. И некоторые из них тоже могут что-то под собой иметь, да, то есть, ну, понятно, что он мог быть не только банально, там, вор, хотя не доверять Иоанну, который был изнутри, и вот прям, как бы, да, один из самых близких мы тоже, наверное, не можем. Вот. Но есть такая достаточно устойчивая версия, что он мог быть, ну, помимо, не знаю, там, вот, страха быть разоблаченным, помимо финансовых каких-то этих махинаций, им могло двигаться просто разочарование. Ну, это то, что показано в Иисус Христос суперзвезда, где он там такой хиппи, который никак не дождется от того, чтобы учитель взял и себя проявил. Да, то есть, и это придумано далеко, да, задолго до, там, Эндрю Ллойд Вебера и нашего любимого и всех сих. То есть, ну, понятно, что очень многие были разочарованы, для меня в этом смысле Иуда такой некий собирательный еще, ко всему прочему, характер того, как сильно остыла по отношению к Иисусу значительная часть общества, которая еще пять дней назад встречала его с криками «Оссанна», потому что мы ждали, действительно, многие ждали, действительно, не того. То есть, иудейский миссионизм того времени вполне чая-чая. Такая определенная история с ожиданием царя. Ну, если вас 500 лет чуть ли не к ряду угнетают, то оно, в общем-то, трансформируется определенным образом, и царь-то нужен вот не… А Христос ячески подчеркивал, даже для самых непонятливых, и поэтому очень быстро разочаровались. Во-первых, он ничего не сделал, войдя. Я думаю, последний раз, когда от него чего-то ждали, на следующий день после входа, когда он устроил эту акцию в храме, ну, многим могло показаться. То есть, есть такая небезызвестная, широко известная в узких кругах авторка, как сейчас говорят, вот. Я, правда, не изучал кандидатскую по гендерной лингвистике, но говорят, что сейчас так принято. А авторка, да, Юлия Латынина, вот. Ныне признанная всем чем угодно, и агентом, и повещающим, по-моему, из Израиля. Вот у нее есть несколько неожиданное, кроме всего остального, чем она занималась, двухтомник про Иисуса. И там, собственно говоря, вот она пытается доказать, ну, тоже, это просто, на самом деле, пересказ нескольких книжек, там, 20-го века, западных библистов, там, значит, все, весь материал виден, что Иисус действительно был таким мессией, у которого просто не получилось. То есть, и то, что он делает в храме, действительно попытка захватить храм, удержать его силой и подождать, пока подтянутся остальные. То есть, действительно попытка мятежа, который, через когда, потом он сбежал, скрывался где-то по явочным квартирам, и в садуге, в Семанске мы все-таки арестовали. Потому что, ну, потому что не пришло время, или то, что жахнуло во время иудейской войны, еще тогда не пришло, и по ряду причин за ним пошло не столько, сколько хотелось бы. А вот, собственно говоря, основная линия, это аж двухтомник, и там столько бумаги испорчено, что это действительно, ну, зелотский террорист, один из лидеров, вожаков, зелотов, который вот не очень удачно выступил. И там, как бы, вот все на месте, там Иуда такой же, и все, как бы, все апостолы, террористы. И вот, и понятно, что там два меча они с собой все-таки таскали. Как выяснилось, да. Вот, и поэтому как раз, какая-то очень маленькая доля правды в том есть, что даже среди них были те, кто думали, а вдруг вот сейчас вот он позовет, а мы без мечей, как вот мы. Человек, который сказал им, не берите с собой даже по палке в дорогу, чтобы не использовать как посох, как дубину, как оружие, и они с собой тайком два меча носили. Конечно, Христос же с горечью воспоминания, он просто не отвечает. Там просто, вот когда читаешь, это между строк даже. То есть они говорят, а вот у нас два меча. Слушается такой вздох, там, ладно, дальше. Типа проехали, о другом начинаем, не о том вы вообще говорите. И все-таки одним из этих мечей они потом размахивают. Петр, кстати, опять-таки в саду. И понятно, что, ну, мог Иуда, по-нибудь все прочее, еще глубоко разочароваться за эти несколько дней. Мог, потому что разочаровалось огромное количество людей. И понятно, что не все, но просто реально физически часть из тех людей, которые кричали «Осана, осана», через пять дней кричат «Оснею». Потому что уже тогда начали подозревать, притом, на осле въезжает, а не на коне, и потом вот в храме ничего не случилось, он просто обличился громко и ушел. А что было бы, если бы Иуда не предал? Ну, понятно, что это жизнь и история не знают сослугательного наклонения, но все-таки... Но мы очень любим фантазировать. То есть, что было бы, если бы испытание Иуда выдержал? Я просто закончу мысль в том, что в самом глобальном смысле это просто один из таких вариантов какого-то еще более глобального. То есть, есть какие-то архетипические тоже вещи в Писании, да, вот об отношении. То есть, когда Господь чего-то говорит там первому человеку, он же тоже знает, что тот, ну, знает же. Ну, и тут то же самое. То есть, почему Господь чего-то там делает доброе, хорошее по отношению к Адаму с Евой, и воспитательное, хотя он не может, не знает, что они все-таки сделают то, что сделают. Да, почему он... Ну, и то же самое, почему Христос, да, там сразу как-то к Иуде не поступает. А до конца, причем как в первом, в архетипе грехопадения, даже когда оно уже случилось, Господь ходит, как там сказано, в Эдемском саду, и все-таки дает шансы. Тадам, ты где? Да, и что вы сделали? Вот еще вот прямо сейчас здесь, последний шанс в режиме, здесь сейчас покайся. То есть, в принципе, ситуация Тайный вечер, это тоже последняя такая ситуация, когда они еще вместе, когда еще можно что-то исправить. И когда Христос показывает, что Он знает, что предательство зреет, и вызрел внутри кого-то из них. Вот это же шанс пасть в ноги перед всеми. И, в общем-то, наверное, последний шанс. Вот для меня это примерно та же картинка, что Господь ходит в саду Эдемском и ищет Адама. Но вот еще есть шанс. И когда Адам начинает говорить, да это не я, это вот она, она говорит, да это вот змей, это вот женщина, которую ты дал мне, то же ты и виноват, по всему прочему. То есть, и здесь у Иуда тоже последний шанс, вот она, свобода все-таки реализуется. И когда уже понятно, что Он не собирается каяться, Христос делает еще одну очень важную вещь. Он не всем не говорит, кто это. Потому что при отсутствии покаяния, при понимании точно, что это предатель, ну вот, раз уж так идет, оно должно идти к тому пути, по которому Христос сам свободно идет. А думаю, что апостолы бы Иуда оттуда не выпустились, если бы они все узнали, что вот он, предатель, ловите его. Был бы самосуд жесткий и, так сказать, да. Отец Максим, две минуты у нас буквально остается до конца нашей передачи. И все-таки хотелось бы для наших телезрителей проявить, которым хочется знать покаяние Иуды. Почему оно не покаяние? Ну, потому что это не покаяние, а потому что у человека при осознании глубины своих грехов в принципе два пути. В самом таком глубине, когда-то еще Александр Кураев написал, что настоящее покаяние, когда человек становится себе максимально противен таким, какой он есть. И он не может уже быть таким. Но он повесился. Да. И вот дальше два выхода. Либо повеситься, либо допустить какую-то минимальную возможность того, что это может быть прощено, поверить больше в то, что у Бога больше любви, чем у тебя. Но это страшно больно. Это жить... Я даже недавно со студентами смотрели фильмы, периодически используем, фильм не просто поговорить, а отрывок смотрели фильмы «Страна глухих». Ну, вот это самое кульминационное, где она его прощает, а он нет, не принимает этого прощения. Он говорит, ты дура, ты сумасшедшая. Нет, ты святая, нет, ты сумасшедшая. Просто человек не может понять, что есть что-то... Вот у него нет самого такого опыта любви, его сердце черно и черство. И он не может понять то, что является абсолютным светом, абсолютным любовью. И поэтому Петр смог допустить такую мысль, что он может быть прощен. А Иуда, да, это было действительно искреннее раскаяние в том, что он совершил, но у этого покаяния не было выхода вот в любви, в примирении. То есть, и тогда, на самом деле, когда на тебя это обрушивается, ты понимаешь, что ты натворил. Ну, вот это один из выходов, к сожалению, очень печальный в петлю, да. То есть, это... Поставим здесь многоточие. Отец Максим, к сожалению, время передачи подходит к концу. Для наших телезрителей лишь проясним, что еще и кроме всего прочего, Иуда и предал своего ученичества. И именно этого мы боимся больше всего, когда мы причащаемся и молимся о том, чтобы не дать нам лапзание, как Иуда. чтобы лапзанием не предать нашего отца, учителя и друга с большой буквы. Отец Максим, спасибо огромное за сегодняшнюю передачу. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. В следующий раз мы уже увидимся на пасхальной светлой седмице. Храни Господь. Редактор субтитров А.Семкин